На Гомельщине протягивается мониторинг цен на продукты харчаванья. У рейдовых проверках принимают судел представники органов улады, депутаты и представники областной профсоюзной организации. У объекты гандлю выехали и наши журналисты. Рынок Давыдовский срод Гомельчан корыстается достатково значной популярностью. Перш за все, за великого ассортименту и демократичных цен. Тут и фермеры свою продукцию пропануют из приватных подворков садовины и городнины шмат. До того же працуют ферменные крамы буйных вытворцев харчовой продукции. Под час рейду, у яким принимает судел представник органов улады, депутат национального сходу и представник областной профсоюзной организации, поравновываются цены, які были у гандлёвых кропках некольких месяцев тому и зараз. Найбольший значный рост отзнашается на аллее. Цены очень выросли в последнее время на масло подсолнечное. Я общалась с работниками торговли. Чем объяснимо? Ну, объясняю тем, что масло растительное завозное и в этом году неурожай семечки. Помните, когда-то было у нас тоже рост цен на гречку из-за неурожая. Ну, во всяком случае, такое объяснение я получила у работников торговли. Что тыжится иншей продукцией, то рост цен на ее знаходится у рамках инфляционных процессов. За выключением махчима садовины и городняны, кошт яких у значной ступени залежит от сезона. Хоть и тут есть выключение. Коли у городских гандлёвых крамах томаты можно набыть у середнем за 5 рублей за килограмм, то в фирменной краме сельгазпредприемства Брыльова практически у двоя тонней. А про тагоник, лезячи на инфляцию, цены на переважную большинство консервы у захавали на минулогоднем узровне. Депутат национального сходу Ирына Даугала-Пераканана. Такая ценовая политика дозволяя людям зарабить свое харшавание больше разностайным. Самое интересное, что консервированная продукция Брыльова, она востребована не только в зимний период, который, как обычно, использует население консервированную продукцию, но и в летний период. И, что самое важное, всегда можно найти в школьном питании, детских дошкольных учреждений именно соки и продукцию Брыльова. И сегодня это действительно важно, потому что это экологически чистая продукция и как раз-таки по ценному фактору для бюджетных организаций самая приемлемая. Еще один прием, который выкористовывает буйные вытворцы сельскохозяйственной продукции – проведение акций по продаже товара побольше низким, чем звучит на ценах. Зуликом того, что они проходят в фирменных крамах, можно быть выполненным. Таней продукции не будет уже неде. Перед новогодними святами такие акции станут еще больше массовыми. На процентов, наверное, 7-8, наверное, 10 процентов где-то так снижается. Даже, может, больше. У нас акционный товар очень хорошо идет. Даже и определенность, что не на акции товар, он тоже хорошо у нас идет. Олег Шинсеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».